Снова вместе название, которое было заявлено не будет полностью соответствовать тому, что сегодня есть. Я его немножко переделал в Reefs of the Definition of Done, потому что когда сел готовить презентаху, понял, что в ней на самом деле есть намного больше подводных камней, чем просто его засетать. То есть взять и, грубо говоря, склепать Definition of Done намного проще, чем сделать так, чтобы оно заработало. Чтобы Definition of Done заработало, есть определенные подводные камни. Я постараюсь сегодня максимально вам эти подводные камни рассказать. В конце презентахи будет слайдик с референсами, которые вы можете потом почитать в больших деталях, чтобы я вас не нагружал информацией с лету. И будет три файла вордовских с примерами Definition of Done, которые уже были засетаплены на различных наших проектах, на различных фазах. То есть, по сути, у вас по итогам сегодняшней встречи появятся инструменты, с которыми вы можете начать работать, порефайнить их, поджастить под потребности проекта, под тот уровень команды и зоны ответственности на проекте, который вам сейчас нужен. Sorry. И поехали. Вы знаете, да, что это? Будем общаться, поэтому давайте готовьтесь анмьютаться и говорить со мной, пожалуйста. У нас будет диалог не в том формате, в котором наш уважаемый премьер-министр предлагает, а диалог в нормальном виде. Такие-то прямоугольнички фиолетовые. Фиолетовые. Это прямоугольнички. И это, собственно, и есть те уровни Definition of Done, которые могут быть. То есть, может, Definition of Done может выставляться как только для написания кода, там, тестирования, так оно может включать в себя все этапы фазы развития story, фичи, от планирования анализа дизайна, включать архитектуру и даже performance. То есть, единственное ограничение Definition of Done, ну, такое двухстороннее, но оно обобщенное. То есть, первый момент это, какие на самом деле есть потребности проекта. Вторая сторона это, где лежит граница с зоной ответственности нашей команды. Где-то часть продукта, за которую мы отвечаем, где-то часть цикла, за которую мы отвечаем. То есть, это, в принципе, такое очень развернутая Definition of Done, к которому стоит стремиться. Чем больше ownership над продуктом вы себе забираете, тем больше этих квадратиков и прямоугольничков будет находиться в вашей зоне ответственности. И в этот момент попадаются первые рифы, с которыми, я думаю, что все или сталкивались, или с огромной вероятностью столкнутся. Риф первый. Definition of Done и Definition of Ready это абсолютно разные вещи. Кто из вас с этим сталкивался? Вот, в частности, с Definition of Ready. Селецкий. Сергей. Все, а? Или еще кто-то был? Так, народ, Definition of Ready, кто видел вообще в живую глаза, или может там сейчас поделиться первым опытом, чем оно отличается? И отличается ли вообще? Может, опыт был такой, что не отличалось? Ну, меня на проекте использовали, и Definition of Ready – это Definition, когда задача может браться на выполнение. А Definition of Done – это Definition, который показывает, что задача может быть закрыта и завершена. Агри. Тогда следующий вопрос. Definition of Done и Acceptance критерии – одно и то же, или нет? Нет, это не одно и то же. Definition of Done – это может включать, например, развертание уже на певных серверах, паблиш, куда-то там, и так далее. Там, например, певные презентации для клиента, ну, и все-все-все, что будет описано в своем Definition, а не только Acceptance критерии по конкретной тасце. Отлично. Вот просто, коротко, ясно и идеально. С чем можно сравнить, ну, между собой, Definition of Ready и Definition of Done и Acceptance критерии? У каждого проекта есть разные фазы, там, например, инициация, планирование, дальше execution, потом monitoring control, потом closure. По сути, Definition of Ready закрывает с собой фазы инициации и планирования. Да, то есть, когда мы еще не приступили к Development, мы определяемся, что же должно получиться в итоге. Или что будет ауткамами проекта и что входит в Scope проект. Acceptance критерии ближе всего и Definition of Done. Я бы сказал, к разграничению есть Project Scope и есть Product Scope. Вот, Product Scope – это конкретные фичи, конкретные стольки. А Project Scope – это Scope Story, ну, или Scope продукта, плюс объем каких-то активностей, которые мы закрываем для того, чтобы этот продукт попал клиенту. Здесь важно, да, из хайлайтов. Есть определение Conditions of Satisfaction. Пожалуйста, старайтесь его избегать, или если вы его встречаете в реальной практике, там, со стороны клиента, звучит оно очень официально и красиво. Но, когда говорят Conditions of Satisfaction, черт ногу сломят, пытаясь понять, что же имеется в виду Definition of Ready или Acceptance Критерии. Это может быть и то, и то, первый риф, когда вы слышите Conditions of Satisfaction, переспрашивайте, что конкретно имеется в виду. И пока мы идем дальше. Definition of Done – это то, что делает Story shippable. Ну, об этом потом. Acceptance – это то, что внутри Story касается только фич. В принципе, вопрос, да, Definition of Done, Definition of Readiness и Acceptance Критерии, вопрос был, что является яйцом, ну, или курицей. Я просто сторонник того, что все-таки яйцо было первым. Вселенский взрыв, все такое. Вы на него уже ответили. Definition of Done является максимально полным определением, которое включает в себя, по сути, все остальные. Потому что Definition of Ready – это просто первая серьезная фаза внутри Definition of Done. Acceptance Критерии – это условия соответствия, по которым мы идем дальше. Какие же есть правила при работе с Definition of Done? Я бы не назвал это рифами, но это какие-то базовые вещи, которые очень часто запускаются. Ибо есть понятие. Это же очевидно. Мы об этом помним сейчас, а потом мы начинаем делать Definition of Done. и, я не знаю, наворачиваем такие первые, как туннель через 10-метровый холм, и возникает вопрос, зачем. Just enough of all. Definition of Done должно быть самый минимум, самого необходимого. Риф, который здесь. Не существует универсальной формулы или серебряной пули, которая бы определила, где граница достаточного. Достаточность определяется тем, что проговаривали вначале. Зона ответственности команды за проект, скоп проекта, скоп продукта. Все, что туда входит, и все, что является общим для всех фич с точки зрения их deliverables и shipability – это и есть уровень достаточности. Один из законов формирования Definition of Done – лучше жить с известной непонятностью, чем быть уверенным в ложной точности. Ну вот, как-то так. На английском звучит проще. It's better to live with uncertainty than to embrace false certainty. Кто-то попробует объяснить этот, не знаю, казалось бы, логичный бред? Ребят, кто объяснит второй блюд? Были вместе, предлагал бы конфеты, чтобы инициировать, но конфету по скайпу не пропихнешь, к сожалению. А пиво? Мы добьемся того, что ноут сгорит быстрее, чем пиво долетит. Мне кажется, что если ты чего-то не знаешь, ты можешь что-то выяснить, а если ты уверен в ложности каких-то осуждений, ты будешь идти неверным путем, соответственно, это приведет к неправильному результату. Именно так. То есть, продвигаясь от первого принципа, необходимый уровень достаточности. Не надо пытаться нагрести в definition of done просто какие-то бестпрактики, просто потому что они застоичны, как бестпрактики. Лучше знать, что наш definition of done не полон и наполнять его от итерации к итерации, от фазы проекта к фазе проекта, с появлением более сложных фич, с появлением требований, например, уже и по performance, и по security. Его расширять, всегда держа в голове, держа в уме, что да, возможно, наш definition of done еще не охватывает все эрии проекта и все зоны ответственности. Но мы это знаем, и значит, мы, как это, всегда на чеку к тому, что нам эти зоны надо закрывать. И тут мы попадаем на третий булит, extend it as you go. То есть, не начинайте набрасывать в DUD абсолютно все с нуля, развивайте его вместе, как команда, по мере движения проекта. Следующий гранд рулл, align all parties to avoid trip to no man's land. По поводу no man's land, дальше там остановимся чуть больше. Но как вы считаете, кто вот эти all the parties, которые надо залайнить с точки зрения definition of done? Кого мы приплетаем, привлекаем в формирование definition of done? Несмотря на то, что в первую очередь DUD формируется командой. Product Owner, наверное. Business Analytics, наверное. Product Owner 2, следующий. BA. Отлично, BA как Proxy Product Owner, подходят. Есть только те ответы, которые вы считаете правильными на самом деле. Скрмастер подходит туда или нет? Конечно. А Project Manager с нашей стороны входит или не входит? Ну как, надо его привлекать или нет? Да, он как человек, который, по сути, берет на себя определенные обязательства. То есть, команда отвечает за Deliverables. А Product Owner вместе с BM отвечают за объем той функциональности или, по сути, за то, чтобы команда работала с фичами максимального приоритета. То есть, приносила максимальное business value. Команда дает Deliverables. Project Manager обязуется перед клиентом. Ну, in scope, in time, in budget. То есть, для него этот definition of done тоже критичен. Для команды, давайте так, для команды definition of done – это то, насколько нам комфортно будет работать. Я для себя это определяю как первоочередной критерий. BA Product Owner, они помогают сформировать definition of ready, да, как первую фазу definition of done. И, по сути, они заключают контракт с командой о том, что от Product Ownership'а переходит в команду на ранних стадиях. И третий этап – Project Management. И с нашей стороны, и со стороны клиента. In scope, in time, in budget. То есть, если Product Owner пообещает команда обалденный уровень качества, и наш definition of done будет охватывать абсолютно все, то, возможно, мы не успеем достаточный объем бизнес-вэлью заделиверить в определенное время и в определенный бюджет. Опять-таки, за Product Ownership'а может стоять маркетинг, который имеет информацию о time-to-market, да, как быстро нам надо эту функциональность вывести на рынок и так далее. То есть, в принципе, все люди, у которых есть определенный стейкхолдер анализ, анализис, если провести, все люди, у которых есть даже низкий уровень инволвмента, должны быть туда вовлечены. Стейкхолдеры, у которых при низком уровне инволвмента positive influence, положительное влияние на проект или сильное влияние, в принципе, должны быть туда вовлечены, чтобы этот человек либо стал вашим адвокатом в соблюдении этих процессов и в соблюдении definition of done, либо человек с негативным инфуенсом на любой роли и любой позиции был изначально вовлечен в этот процесс и потом не мог ставить палки в колеса. Ну и never pull anything into a sprint that is not ready and never let anything out of the sprint that is not done. Я бы сказал, что это аксиома вообще всего definition of done завязана вместе с definition of ready. То есть пока у нас не пройдена фаза definition of done, мы не можем это взять в спринт, потому что мы коммитимся на высокий уровень неизвестности. Если мы что-то не закончили, то мы не можем это отдавать, потому что мы моментально нарушаем наш коммитмент. Здесь будет, вот, собственно, в этой фразе заключен кусочек, который я обещал вначале, да, как процессить незавершенные истории. И сейчас пока без слайдов, о нем текстом. Стори, взятая в спринт, уже является коммитментом команды. Это значит, что соглашение между продукт-оунерами и командой, то есть definition of ready, уже свое отработало. Команда закоммитилась. Идет agreement, ну или контракт, условия контракта по definition of done. То есть acceptance criteria плюс DOD. В этот момент, если даже один пункт чек-листа definition of done из сотни не выполнен, вся стори фейлится. Что это значит для команды? Если стори была сложностью 8 стори-поинтов, то мы либо выполнили стори по полному definition of done и сожгли все 8 стори-поинтов, либо мы не закрыли хотя бы один критерий definition of done, соответственно мы все 8 стори-поинтов не заделиворили. То есть в нашей actual velocity на эту итерацию будет минус 8 стори-поинтов, и эта стори с тем же эстимейтом полным 8 стори-поинтов переходит в следующий спринт. И является коммитмент следующего спринта. Является частью actual velocity. Кто хочет похолеварить в самое время? Это идеальный процесс, но не всегда на практике она так работает. И скорее всего ты сейчас рефералишь на клиента, который с этим не согласен? Не всегда definition of done полностью описывает все артефакты, которые после того, как запланирован там спринт или юзер стори, иногда бывают такие моменты, когда клиент добавляет что-то, либо потом посредине спринта пытается вытянуть то, что мы по объективным причинам не сможем закончить. Ну это как бы не есть гуд, как бы. Если там что-то добавляет, пусть добавляет, у него есть время до спринта, как бы. Не знаю, мы всегда старались клиенту объяснить, что у него есть время до того момента, когда мы начнем это работать, есть время, когда мы эти истории с темейтем, есть, когда мы уже их грумим и бьем на таске. То есть у него еще есть время. Если он после этого как бы пытается что-то сделать, ну как бы придется подождать. Но опять же говорю к тому, что не всегда в идеале спринт локается. Согласен, согласен с моим парнем. И в плане того, вот, Сереж, то, что ты говоришь, да, реальность иногда отличается. И, Коль, то, что ты говорил, что клиенту надо это объяснять. Есть очень классный процесс, есть даже роль скромастера. Почему, говорю, не позиция именно роль. Одна из основополагающих вещей, это убирать импедименты на пути команды. А способ, ну как инструмент, да, с помощью которого скромастер может убирать какие-то блокеры, импедименты на пути команды, это помогать правильно работать с продукт-оунером. То есть где-то давать команде инструменты нужные, а с другой стороны обучать, образовывать, как там просвещать и инспирить продукт-оунера, следовать правильному процессу. И в моей практике были классные примеры, когда кто-то со стороны клиента сходил на какой-нибудь офигенный тренинг по agile. Пришел, сказал, ну мы же теперь, как это, совсем agile. Вот теперь мы можем совсем всегда все менять. И до этого клиент, как бы, ну, удавалось что-то объяснить, после этого объяснять что-то стало строжным, потому что он стал certified. Ну ничего, поддикейтали, показали, то есть показали уровень, ну, как бы, колебания велосити. Клиенту важно что? Ему важно quality и predictability. Если заходить через predictability, если велосити команды начинает скакать, сегодня 5, завтра 25, послезавтра 15, а потом 30, а потом 10. Ты клиенту показываешь это и задаешь вопрос. Как ты думаешь, мы можем на основании, вот этой average velocity предсказать, когда твой там релиз или продукт в целом будет готов. Обычно клиент говорит, так у нас же есть average velocity, ты говоришь, хорошо, а послезавтра у нас будет 2, 3, 5. Ну вот следующие три итерации. То есть predictability один из способов зайти к клиенту. Чтобы было definition of done, оно больше соответствует, ну, с одной стороны predictability тоже закрывает, потому что с четко прописанным definition of done мы всегда знаем минимальный набор атрибутов и минимально необходимый набор этапов, да, или уровней, там, контроля на уровне кода, тестирования, перформанса и так далее, которое гарантированно пройдет story. И если человек даже, который не вовлечен в операционную, там, или техническую активность команды, он всегда знает, если это story of tracking, кто здесь стоит в статусе done, я открываю definition of done и понимаю, что заключается за этим статусом. С точки зрения quality, опять-таки, четкий, ясный, понятный объем quality внутри каждой story. Вопрос просто в том, чтобы educated клиента и пытаться говорить с ним на его языке. Кто-то говорит, да, у нас растет scope, ну, то есть вы нам меняете требования, да, есть story по сути A. Вам клиенту и говорит, смотрите, вот A1 вы уже взяли в спринт, я хочу, чтобы тут было A1 плюс новые acceptance критерии. Что вы делаете? Ты говоришь, нет, у нас story A1 с вот этими acceptance критериями, часть коммитмента этого спринта. Мы создаем в бэклоге, прямо вот по твоему реквесту, story A2, условно, в который мы добрасываем вот тот набор acceptance критериев или тот change request, который ты просишь нас сделать. Мы его грумим, планируем и берем в коммитмент на следующий спринт. Но что мы при этом приобретаем? Мы понимаем реальный estimate сложности, мы видим, насколько на самом деле растет бэклог. Если мы вместе видим, что бэклог растет очень сильно из-за таких реквестов, мы сразу понимаем, к каким этапам процесса планирования нам надо прийти, и мы можем вместе принимать и принимать адекватные и правильные решения. То есть, вот тут второй критерий. Лучше знать, что у нас не все до конца заполнено и добавлять по необходимости тот must-have, чем набросать чего-то low priority. То есть, лучше пусть наша definition of done по RETO принципу закрывает 20% всего-всего, что где-то происходит, теоретически в рамках проекта и продукта. Но эти 20% дают на 80% эффективности, качества и предсказуемости работы с продуктом. Может, какие-то вопросы или комментарии с вашей стороны? Я готов двигаться дальше. У меня один комментарий, что definition of done должно быть повторено и доноситься каждый раз клиенту, в идеале, в начале каждого спринта, либо на каждом плане. Поправлю чуть-чуть. Ну, как бы не хочу говорить, что это правильно-неправильно. Так, из опыта более эффективная точка донесения definition of done, причем такая, как довольно легко реализуемая, это демо. Если клиенту проводить... Ну, первое, на демо собирается не только там product owner, собирается чуть больше представителей со стороны клиента. Второй момент в том, что вы можете acceptance каждой истории проводить прямо на демо. То есть, вот вы открываете стольку с продуктом, и вы открываете definition of done. Вплоть до того, что вы при acceptance каждой истории, вы до открытия crucible и трекания всех закрытых ревью, до открытия сонара и показания, что по этому модулю юнитесты как минимум не упали, или как бы это ни было прописано в definition of done. Когда клиент будет видеть, что да, это на самом деле мониторится, а это не какая-то отдельная бумажка, существующая в своей жизни, он согласится с этим definition of done. Либо же вы от клиента услышите, какой именно этап definition of done существующих его не устраивает, либо какой этап он считает недостаточно закрыт или прописан в этом definition of done. Я бы советовал попробовать с демо и каждую историю на acceptance прогонять, включая все definition of done, а не только чистый acceptance testing по acceptance критериям. Сделайте более широкий acceptance. Посмотрите, какой фидбэк вы получите от клиента. Слишком много, слишком мало. Если слишком мало, где конкретно? Плюс вовлечено больше стейкхолдеров, и в принципе вы не делаете дополнительные митинги, то есть клиент не bored тем, что вы его зачем-то дополнительно собираете. Идем дальше. Еще маленький комментарий по поводу последнего твоего, как бы сказанного. То есть если клиента привлекать на демо, то он должен быть в курсе того, что происходит в бэклоге и вообще в курсе того, что делает команда. Если клиент имеет в виду какой-то продукт-оунер, он только знает, что мы что-то делаем, какой-то модуль, но не знает всей, говорится, структуры спринта, допустим, прошедшего, то показывая ему какие-то такие вещи, в принципе для него это будет бесполезная информация. Он должен быть просто вовлечен в процесс изначально, чтобы это работало. Абсолютно да. Поэтому, наверное, правильный вопрос я не говорю к команде, а к проект менеджменту, который есть на проекте касательно стейкхолдер-анализа. У PM-ов должны быть стейкхолдер-регистер, в котором, в принципе, есть люди, которые даже не выходят напрямую на команду, то есть просто осуществление которых мы как команда можем не всегда знать. То есть коммуникация идет на каком-то или high-level, или на каких-то стратегических уровнях. Соответственно, если вы думаете, как правильно определить людей, которых привлечь, стейкхолдер-анализ и стейкхолдер-регистер – это, наверное, максимально правильный approach. И тут вариант, вот тут как раз тот пример, когда классический project management очень хорошо помогает в стандартном agile. Идем дальше, чтобы не зависать. В общем, определяю definition of readiness, как первый и самый начальный этап definition of done. Каждая story, или фича, или epic, я очень люблю термин product backlog item, или work package, потому что он, в принципе, такой более общий, то есть говоря о story epic, epic гарантированно может быть раздроблено на большее количество story, story – это уровень декомпозиции, которая может быть взята в sprint, ну, она туда влазит по своей сложности, размеру, там, capability команды. Epic иногда может включать в себя что-то, куда команда не дотягивается по своим responsibilities. Поэтому, может, правильнее даже сказать, просто некий work package или product backlog item должен соответствовать определенным условиям для того, чтобы быть доступным и возможным для взятия в sprint. Кто участвует в definition of readiness? Команда product owner Scrum Master. Это три роли, которые обязательно должны присутствовать. Все остальные исходя из стейкхолдер-анализа. И говоря о definition of readiness, команду зачастую может представлять клиент, а вот как раз product owner – это поставщик. Такой tricky point, потому что на самом деле клиент может формировать в себя и сейл, и менеджмент, и еще кучу всяких непонятных людей, как я говорю, на более высоких уровнях, и которые не всегда потом вовлечены. С другой стороны, product owner является поставщиком бизнес-велуи, которое можно монетаризировать. То есть, поэтому понятие команды может входить намного больше, чем наш классический dev team. Скромастер, в принципе, обязателен проходить, но скромастер может быть ролью внутри dev team, а product owner must have, потому что product owner на формировании definition of readiness является основное связующее звено. Чем служит само по себе definition of readiness для команд? Definition of readiness – это стена, которая позволяет команде давать коммитмент и не рвать на себе волосы после того, как закоммитились на нечто неведомое. Ну что, знаешь, как подписались на одно, захотели другое, да, пример, который сегодня приводили. С другой стороны, definition of readiness – это как система раннего оповещения. Если story не готова, то мы об этом знаем сразу, а не узнаем об этом во время итерации. Опять-таки, и definition of done, и definition of readiness – я очень люблю, когда говорится, что сформировав definition of done, definition of readiness – мы подписали своего рода как контракты, да, или долгосрочные договора, которые действуют для любых work packages и product back-up items на протяжении всего проекта. Для любой эрии продукта они всегда валидны. Это наше долгосрочное соглашение. Соглашение, как бы, стороны соблюдают в двухстороннем порядке. Ну, вопрос простой, да? Команда, которая стартует без definition of readiness – что с ними происходит? Или из опыта, может, или варианты, как прогнозирование ситуации? Прогнозирование обычно, как бы, если берем story в руки, как бы, а в ней нет четких критериев, какие-то размытые критерии, которые, ну, могут привести к тому, что результат будет не соответствовать тому, чему ожидает, допустим, тот же бизнес-аналитик, но она не готова. И что происходит с командой в этой ситуации? Ну, история не берется в бэклог, она отправляется, ну, у нас, в частности, так было, мы маркировали как to be done by business-аналитик, то есть это должна быть доработана бизнес-аналитиком, и переходили к следующей story, то есть эта история уезжала, как бы, на доработку, то есть в спринт ее не брали. То есть вы, по факту, как бы делали reopen story на уровень бэя? Да, 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 отправляли на доработку ее на уровень выше. Ну, и да, команда, в которую прилетает, куча story, каждый из которых, ну, то есть на разных уровнях готовности, и мы не можем это чекнуть по definition of readiness. С такими историями, первое, очень тяжело работать в команде, потому что, знаешь, как, если все story, ну, там, плюс-минус на 80% проанализированы на момент начала пленнинга, так, ну, или там, хотя бы после груминга, да, вот они выведены в один уровень, написаны в одном формате, хотя бы приблизительно в одном формате, ну, в плане, разные форматы прописания story, там, given when, then, verify format, любой, то есть если они consistently описаны. Команде очень легко анализировать, ну, что мы работаем с однотипными вещами в бэклоге во время пленнинга, да, во время вот финализации оставшихся, там, процентов до 100% в story. Если команда получает каждый раз разные истории, команда еще очень становится расфокусирована. То есть definition of readiness, это не только защита или стена для команды, это еще, на самом деле, хороший инструмент для импровмента, перформанса на этапах планирования для команды. Ну, были моменты такие, что, например, на груминге, да, вроде было все понятно, все вроде выяснили, но, допустим, на storytime становилось понятно, что не все таки догрумили. Есть моменты технические, которые были не учтены и, соответственно, должны быть описаны. И вот на этом уже storytime и планирование получалось так, что все-таки история приходилось отправлять на доработку. тут чуть-чуть поправлю. Груминг, груминг это, по сути, ну, основная цель груминга, или давай так скажем. Две основные активности на груминге это сайзинг и эстимация. Для эстимации, на принципе, достаточно 20% информации о story. Ну, потому что цвет кнопки, там, расположение ее слева вверху или справа внизу не имеет значения для сложности story. И на груминге мы определяем вещи, которые, ну, нас блочат от того, чтобы дальше как команде анализировать. Пленинг не просто так делится на пленинг A или пленинг B или там первый, второй. Пленинг A на самом деле это тоже анализ. То есть, аналитик или product owner он никогда не даст вам детального, там, максимально полного описания. То есть, на пленинге A вы сели вместе с product owner и пробежались по функциональной части то есть, по сути, посмотрели на вот main flow, который уже вписан туда product owner и сказали, смотри, здесь есть вот такие как бы mood point либо по интеграции с соседними там фичами, либо у нас могут быть вопросы, которые здесь не учтены для новых фич будущих, которые мы уже видели на груминге. Потому что на груминге мы смотрим на несколько итераций вперед, да, чтобы, ну, повышая себе визибилити развития продукта, следующих шагов. на пленинге мы смотрим в горизонт четко отдельно взятые итерации. И вот как раз на выходе, не на входе в пленинг A story должна быть прописана на 100%, а на протяжении пленинга A product owner, BA, команда, и developer, и QC, и UI, и UX, если он есть, все вместе анализируют и доводят до 100% контекст функциональных flow. И только после этого дается commitment, и уже потом то, на что закоммитились, на пленинге B бьется на, ну, по сути, на технические таски, да, то есть, которые не несут business value функциональности в себе. То есть, я бы сказал, что это абсолютно окей, когда story на входе на пленинг A не прописано на 100%. Да, но я согласен тоже с тобой, что на 100% она не может быть прописана, но она должна прописана с зрения интеграции с остальными вещами, которые она затрагивает. Допустим, если ты говоришь про кнопочку, да, какого цвета она будет, это окей, но если это что-то из ряда каких-то изменений в сервисах, которые требуют какой-то логики, изменения логики, да, работы продукта, который может затрагивать не одну часть продукта, нескольких частей, она должна быть прописана, потому что иначе это будет каша. Я согласен. И вот такие моменты как раз правильно выносить на груминге. У нас на проекте, до речи, використовується классная штука для definition of ready, называется Scrum Invest. Это 6 понятий, в которых описывается стори, что стори должна быть независима, тестабельна, невелика и имеет какую-то value, и можно проэстимовать ленту. Ты сейчас говоришь об invest-критериях, да? Да. Кто не в курсе, invest- это independent, negotiable, valuable, estimable, small, testable. Это классно, когда есть еще туза, которая, знаешь, это поддерживает, но что, если туза в ТФСе, например, вообще очень классно проставляется критерий business value, то есть только у product owner есть право заполнить четыре поля, например, эти четыре поля как-то между собой калькулируются и выставляют business value для стори, и вот это является приоритетом. Очень трудно читить, с другой стороны, не перемешиваются зоны ответственности, за которые отвечает product owner или комитет product owner, и тот приоритет бэклога, с которым работает команда, потому что команда по сути, с большей вероятностью получает стори с валидным приоритетом, а не с каким-то случайно поставленным кем-то одним из стейкходеров руками там просто high, и там градация, например, позволяет выставлять от ста до единицы, то есть очень легко команде зайти в бэклог без людей, без продажи product owner и самим посмотреть, а что же у нас будет дальше. Вот есть там эти зависимости между какими-то частями. С другой стороны, стори с зависимостями, ее надо декомпозировать, то есть возможно это просто стори, есть прикольные критерии сайзинга, которые используются перед эстимацией в стори-поинтах, это t-shirt size, то есть когда мы бьем какие-то большие стори или фичи или эпики, как хотите их назовите, на такие штуки, как xl, l, m, s, large, medium, small. Например, мы договариваемся, что стори, которые уже определены как medium, small, они подходят для эстимации в стори-поинтах. Все, что, например, large и выше, должно дробиться еще. То есть это как еще более ранний горизонт планирования отлично работает на проектах с большим бэклогом, который известен заранее. Возвращаясь к сторикам, если мы хотим определить definition of readiness в стори. Если вы столкнулись с необходимостью это сделать и не знаете с чего начать. Три простых вопроса. Почему, что, как? Когда вы отвечаете, садитесь с продукт-оунором, с скромастером и отвечаете на эти три вопроса касательно стори в целом, вот вы получаете, сформировав ответы на эти вопросы, вы получаете хотя бы ядро или базовое зачаточное состояние definition of readiness, которое уже можно, как снежный ком, развивать дальше по мере появления. Чтобы эффективно развивать definition of readiness и definition of done, в принципе, надо проводить правильную ретроспективу. Вот эта итеративность development, она также касается итеративности развития всех артефактов и процессов, по которым идет команда. То есть, хотите правильно развить definition of done или definition of readiness эволюционно, берите его как отдельный маленький топик на ретроспективу, проходите по пунктам и чекайте каждый в этой итерации, он был нужен или не нужен, он был лишний или не лишний, а этот пункт закрыл все, что мы должны были сделать, например, в code quality аэрии. Нет, мы еще должны были сделать это. Окей, хорошо, давайте сейчас отметим как то, что нам нужен еще один поинт, попробуем на следующую итерацию, посмотрим, насколько он сработал или нет. Это больше такой слайд как слайд опора, чтобы после сегодняшней встречи вы могли прийти к команде, прийти к PM-ам, лидерщипу и сказать, что давайте попробуем начать с этого, давайте пробуем ответить на эти вопросы хотя бы между собой. Продолжая, немножко уходя от Definition of Readiness и переходя к Acceptance Критериям и Definition of Done, почему нельзя мешать между собой. Самые базовые принципы Acceptance Критерии они валидны только для отдельно взятой Story и они от Story к Story меняются, их наполнение может меняться. У нас может быть столько связанное с функциональностью какой-то фичей, может быть связанное с техническим импровментом, с наращиванием архитектуры, может быть связанное с перформансом, с секьюрити, с чем угодно. И Acceptance Критерии везде будут разные. При этом все эти типы Story должны в рамках одного продукта и проекта проходить по одним и тем же Definition of Done Критериям. За исключением, если какой-то пункт просто не реализуем, например, там, Integration тесты для базы данных в случае с Story поверстки очень поверхностной. По сути своей в корне Acceptance Критерии они определяют только тот факт, что объем функциональности, которая может быть заделиверена, уже достаточно. Вот наш такой столбик наполнения, как пробирка какая-то, мы в нее льем воду, все, пробирка наполнилась, Acceptance Критерии выполнены. Мы теоретически можем это отдавать, мы сможем это продать. А вот Definition of Done говорит, что мы готовы начать это продавать, или мы готовы это отдать, потому что тут еще закрыто все процесс, соответственно, уровень качества той функциональности соответствует нашим критериям Shipability. И в этом основное отличие. Возвращаясь к официальным источникам, есть вот такие более длинные, занудные, сложные определения. Самое основное, что тут хотел выделить, что DoD относится как бы Applicable Product-wide, Acceptance Критерии Applicable только для отдельной Story. Это то, что надо запомнить, и это еще один риф, почему Acceptance Критерии является составляющим DoD. То есть Acceptance Критерии выполнены, это просто один из пунктов внутри DoD, ни в коем случае не замещающий его. То есть написанная Story, в которой выполнены все Acceptance Критерии, но, например, не покрытая Unit-тестами, Integration-тестами, которая не потешена мануально, или не была включена в регрессию. Все, она фейлит Definition of Done, соответственно, при выполненных Acceptance Критериях столько фейлина. И мы берем следующий спринт со всем эстимейтом, никаких 300 репоинта S8 мы из нее ни в коем случае не отжигаем. Ребят, может, с вашей стороны какие-то комментарии, замечания, вопросы, походу? Какие-то траблы или челленджи, которые были связаны с перепутыванием Acceptance Критериев, D-O-D, которые вы хотите так on the fly обсудить или хотя бы захайлайтить. Идем дальше. Подбивая итог кусочек этого всего. То есть у нас, соответственно, в правильном Flow вот это весь цикл Definition of Done, но в начале у нас идет Definition of Ready, который у нас пропускает либо не пропускает определенный Product Backlog Item внутрь нашей итерации или вообще на уровень команды от уровня Product Owner. Дальше у нас есть To Do Doing Done или In Progress Done, если удобно. И вот как раз внутри у нас здесь лежат Acceptance Критерии. И в конце есть Definition of Done, который говорит, что Definition of Ready выполнена, Acceptance Критерии выполнены, все операционные окружающие, весь Environment процессный или Environmental Set закрыт, и в конце мы проходим Definition of Done, но не в плане оно находится все в самом конце, а это последнее как фильтрационная решетка на выход чего-то, как выход из агрегата какого-то, есть финальный фильтр. Дистолляционный аппарат, в котором очень много всего, но в конце есть маленькие грани, которые на самом деле наливают это все дело в стакан. Вот Definition of Done выполняет роль такого крана, который либо откручивается, и у нас есть там правильной консистенции цвета, там какая-то жидкость дистированная, либо он откручивается и не знаю, там есть примеси, которые не дают этой там капле прошедшей полный цикл вывалиться. И тогда мы определяем, что возможно нам надо добавить в агрегат какой-то змеевик, который там осадит тяжелые примеси. И вот тогда консистенция вещества, которые мы хотим получить на выходе, будет достаточной, чтобы пройти этот фильтр на выходе. То есть обещал рассказать про один кейс, что такое No Man's Land. Это очень важный риф, почему мы так много сегодня говорили о том, кто должен принимать в этом участие, кто вовлечен, кто не вовлечен. Еще возвращаюсь к тому, что Definition of Done и Definition of Readiness это долгосрочные контракты между всеми сторонами, которые вовлечены в разработку продуктов, то есть в проект. Acceptance критерий это всего лишь доп. соглашение, которое подписывается на каждую фичу, которую мы берем в релиз или каждую историку, которую мы берем в себе в спринт. Если мы не заланились между собой или не привлекли абсолютно все стороны, то есть например составили Definition of Done не учтя архитектора со стороны клиента или не учтя продакт оунара или наоборот мы учли их всех, но мы не учли там, не знаю, project manager с нашей стороны, которые знают какие-то limitation, на которые подписывались клиенты. Мы оказываемся в формате No Man's Land. То есть кроме того, что будет куча failed commitment, либо на уровне спринта, либо на уровне проекта, то, что лежит на поверхности очевидно, есть неприятный кусок No Man's Land. Есть Definition of Done, которая есть у вас, есть Definition of Done, которая есть, например, на стороне клиента. И вы считаете, что вы закончили, а клиент говорит, нет, вы не закончили. И тут мы опять возвращаемся к тому, что надо aligning абсолютно все стороны. И вот этот No Man's Land может быть хорошим руткозом для ситуации, когда команда говорит, мы сделали фичу, а клиент говорит, нет, вы ее не доделали. И прежде, чем говорить, что команда плохая или клиент плохой, надо и команде и клиенту сесть вместе и просто посмотреть, где их Definition of Done. Возможно, вы договорились даже на одном Definition of Done изначально, в какой-то момент клиент его как бы для себя где-то в голове мысленно расширил, но забыл вам об этом сказать. Ну, все люди, все бывает, и это не повод откручивать шею, яростно откусывать голову летучей мыши и сокровавленной физиономией местись на клиента, обвиняя во всех смертных. Ну, равно как и для клиента это не повод обвинять таким же образом команду во всех смертных грехах. Просто пришло время еще раз заэлайниться. Чтобы этого избежать, базовый кейс, пробуйте делать какие-то Syncap-митинги, то есть, либо на уровне лидерщип-лидерщип, либо на уровне менеджмент-лидерщип, то есть, есть Client Satisfaction Survey. Опять-таки, классический Project Management помогает Agile Team. То есть, есть Client Satisfaction Survey, который можно лаунчить. наши клиенты, если брать практики сервера, знают о том, что они будут участвовать в C-SAT-сервеях. Если вы как команда чувствуете, что пришло время его провести, или, возможно, там есть какой-то вопрос, который почему-то не освещен, говорите об этом и ланьтесь с клиентом. Из самых базовых практик очень классно. Каждый релиз, если у кого-то большие проекты, идущие по четким релизам, либо с фиксированным временем, либо с фиксированным скопом, не имеет значения. Имеет смысл раз в релиз, перед началом нового, пересматривать Definition of Done. Лучше всего это делать в момент, когда вы уже начали, я не знаю, по-разному называют, Initiation, Elaboration, Inception, то есть, хотя бы High Level скоп на новый релиз у вас уже перед глазами, пусть даже не декомпозированный, не стимированный, но вы плюс-минус понимаете, какого рода вещи, какого типа задачи в нем лежат. Вы можете уже оценить, будут они кардинально отличаться от того, что было у вас в скопе предыдущего релиза. Если вы видите, что даже есть такая вероятность, сделайте такую Mid-Level декомпозицию этого бэклога и проанализируйте глубже, потом сядьте за Элайн, и ДОД. Подходит нам ДОД, которое было на прошлый релиз? Или нам имеет смысл присмотреться к нему внимательнее, даже если оно нам казалось идеальным? Это по поводу No Man's Land и Alignment между всеми сторонами. Ваши комментарии, замечания, вопросы? Ребята, у вас есть вопросы к Диме? Да, вопросы обычно возникают по ходу работы, как бы, пока презентация уже не все нормально. Ну вот, вы теперь знаете, к кому можно обратиться за, не знаю, консультированием, помощью. По поводу базовых уровней, я бы рекомендовал хотя бы по этим уровням пройтись, это как матрица идентификации, что у вас на проекте уже есть, чего у вас на проекте уже нет. То есть, мы движемся от Development to Definition of Readiness, чтобы потом включить его в состав Definition of Done. Definition of Readiness может быть на уровне релиза, то есть, бэклогный релиз зафиксирован. На уровне Story, Acceptance критерии внутри Story зафиксированы и, не знаю, есть дизайн, нет дизайна. Что для вас Acceptable? Нужны вам макапы или не нужны вам макапы? На уровне Task. Task может быть просто создана как Discuss JSON с Estimate, а может быть там прописано конкретно какую библиотеку подключает, то есть, уже какое-то определенное техническое решение. Что для вас Definition of Readiness? Это определит ваш консистент подход и на уровне технического планирования, то есть, планирования. Говоря об Acceptance критериях, есть Acceptance критерии на уровне Epica, Fitchy, Story. Это тоже нельзя забывать, потому что, говоря только о Story, Acceptance критерии позволяют эффективно ее задевелопить. Acceptance критерии на уровне Epica и Fitchy позволяют правильно декомпозировать сколп и, соответственно, добавляют visibility в Backlog продукт, то есть, или Backlog команда, с которым мы работаем. Ну и на выходе, когда у нас уже есть Definition of Done, я настоятельно советую вам его разбивать на фазы. Например, уровень D.O.D. для релиза, который включает в себя Definition of Readiness и Acceptance критерии на уровне релиза Epica. Definition of Done на уровне PBI. Специально использовал тут абстрактный Product Backlog Item, потому что как Product Backlog Item и Epic, и Fitchy в истории являются PBI или Work Package. И Definition of Done для Таска. Если пойти снизу вверх от тех процессов, помните верхнюю картинку, в середине были кружочки с Design, Coding, Testing. Вот если пойти от самого внутреннего базового уровня и дальше расширять вверх, обычно получается удобнее. Но лучше идти с двух сторон. вы с уровня, то есть справа снизу вверх и слева сверху вниз. То есть вы начинаете Definition of Readiness с уровня релиза и передвигаетесь к тасковым PBI. И там отвечает Product Owner. С другой стороны команда начинает от уровня таски двигаться в сторону релиза. То есть тех вещей. И вы тогда несколько ролей или стейк-холдеров проекта. Вы консистентль закрываете каждую ту область, в которой вы являетесь наибольшим специалистом, который вы знаете в максимальных деталях. И тогда на выходе есть точка, в которой вы алайнитесь. Чаще всего точка алаймента между Definition of Readiness Product Owner и Definition of Done командой это где-то уровень фичи. То есть это тот момент, с которым работают команды уже на уровне это композиции, с другой стороны это не тот хайлевел уровень релиза, родмапы, на которые команда не имеет влияния в принципе сильного. Зачастую. В конклужен хотел внести интересную вещь. Бытует мнение, что Definition of Done может уйти на второй план, если Definition of Readiness распространяется на все уровни. Как это происходит? Definition of Readiness это просто переход любой задачи, любой фичи из одного состояния к другому, из одной фазы или стадии в другую. Поэтому по сути если у нас есть Definition of Readiness для фазы 2, то он будет являться Definition of Done для предыдущей фазы. То есть если правильно и как бы синхронизировано составлены такая целая цепочка Definition of Readiness то вы одним Definition of Readiness закрываете все. Это отображается как если Definition of Readiness для стори состоит из Definition of Done для тасок. Ну и так далее, и так далее по уровню. У меня в принципе все. Я обещал что будут еще линки они здесь. Дальше я планировал вам показать несколько примеров DoD сэмплов если вам интересно. Ну то есть как оно может вообще выглядеть. Вариант простой страшный. Например Definition of Done для каждой User Story тесты пройдены код ревью пройден код задокументирован ноль дефектов требования по security включены даже включают оценку рисков которые может привнести интеграция этой истории в мастер. Если надо включайте если у вас есть критерии по перформансу включайте перформанс тесты. Дальше DoD на Sprint и это важно потому что на самом деле Sprint это совокупная история на которую команда закоммитилась. Если помните на выходе из Sprint у нас должен быть shippable не просто story а shippable продукт. Соответственно на Inject понапушив в продукт story мы должны убедиться что весь продукт после этого не лег. Соответственно regression testing passed. тотальные security сканы тотальный performance testing ну и как всегда про updated tracking tool то есть правильно закрыть спринт в системе и это уже как не development это не дизайн не архитектура это чисто процессная штука. очень советую такие вещи тоже вписывать на уровне таски вплоть до того что я задавал apple fix для бага я перевожу из open в resolved потом QC говорит я верифицировал дефект is resolved в verified и BA проверил что функциональность этого не нарушилась вот BA закрыл его is verified в closed ну то есть смотрите по процессу такие вещи в dvd тоже можно прописывать дальше идет релиз дальше идет definition of ready какой уровень definition of ready вам подходит на каком уровне вы можете общаться с клиентом решать вам dependencies identified это отдельно кейсу который мы сегодня проговаривали dependencies ну есть проекты на котором dependencies идентифицировать не надо а есть на котором без этого никуда не денешься и может быть его надо ставить по порядку в самое начало поэтому уходят вот таких общих вещей которые идут просто будут листом я хочу вам показать еще один вариант definition of done который в принципе расписан на уровень спринта F1 F2 F3 то есть некая фича или некая PBI фаза первая спринт preparation в рамках спринт preparation developer QC review story перед началом задают вопросы product owner должен обязательно закомментировать все вопросы то есть довольно такой уровень детализации как на тасках при этом ясно кто что делает и это все входит только в спринт preparation то есть это вот кусочек definition of ready что мы хотим дальше вот тут немножко мы заканчиваем как бы последние последние задачи пленнинга B each subtask is estimated in hours перед этим каждая user story разбита на таски то есть собственно мы практически прописали последними степами активности которые у нас должны идти на пленнинге A и пленнинге B то есть у нас есть реальная appointment активности на протяжении спринта которые это закрывают какой момент здесь если вы в момент формирования definition of done решаете что есть момент который вам нужен вы потом можете идти от обратного мы нашли для себя активность или элемент который нам поможет при этом у нас нет процесса или активности во время которой мы можем это сделать выносим item на ретро формируем эту активность или определяем где она будет проводиться то есть definition of done еще и помогает правильно сетапить процесс дальше по development фазе с функциональностями по QC части в том числе покрытие тестами то есть мы еще не начали тестить но мы уже определились что достаточно уровень тестов есть на этап testing backfixing в каких браузерах на каком разрешении мы это тест ну и фаза acceptance тут уже намного больше product owner то есть product owner приоритизирует дефекты важно важно иначе команда может получить пачку непонятно чего и не разобраться это change request или нет когда команда проходит некоторые фазы команда считает что продукт уже не так меняется у нас достаточно есть он и этот dvd как раз вот этот чип-лист он делался для варианта когда стори верифицируется на acceptance как это поштучно по всему dvd а то для того что вы можете его брать распечатывать вешать на стенку возле скромборда и заполнять и заполнять его для каждой истории по мере готовности ну и третий вариант который хотел показать это простое красивое dvd для юзер стори которая сформировала команду путем нескольких итераций эволюции это и это и то dvd можно уже продавать клиенту это что-то visible estimatable у нас есть понимание того что происходит рекуррентно на каждой истории и здесь есть моменты которые я вам говорил залогать время в джиру отлично вроде бы просто но иногда забывают и вешают на дверь табличку keep calm and lock your time and jira если табличка keep calm and lock your time and jira не помогает лучше повесить dvd изменение оставшихся estimate application successfully built to qc server fixed defect is retested замечаете разницу предыдущая которая была на спринт и что в нем было да то есть там был уделен фокус всем спринт пленнинг активности но в предыдущем фигурировало просто юзер story за девелопом то есть мы например брали этот чек-лист уходили на уровень definition of done для юзер story и понимали что в себя включает за девелопом и юзер story и здесь как раз уже есть definition of done для дев тасек и для QC тасек которая встроена ну вот примерно так это выглядит у меня все есть есть вопросы к Диме или комментарии Дима красавчик неожиданно и приятно я начинаю волноваться ладно гайз просите Дима расшарить вам DOD в фоллапе да желательно я сейчас тогда приотачу на тот слайд в презентаху где сэмплы они сразу с презентахой пойдут всеми документами внутри супер спасибо парни спасибо вам огромное за комментарии за дискуссию за беседу откровенно говоря мне бы даже просто рассказывать вот просто в режиме монолога было бы наверное самому неинтересно так значит чувствуется что и вы меня слышите в принципе приятно было понимать что это какие-то прикладные вещи с которыми сталкивались открыт дальнейшей дискуссии там все что не попало в контент презентации или какие-то отдельные кейсы которые волнуют я напоминаю что видео сегодня будет выложено на ютюб вот линка будет в фуллапе если у вас вдруг появятся какие-то вопросы комментарии после то you're welcome не знаю телефон мыло ютюб ну можно ютюб да скайп бизнес там какой вам больше канал подходит таким вы пользуетесь я думаю Дима вам с удовольствием ответит на вопросы и комментарии если у вас нету больше вопросов и комментарии то в принципе мы прощаемся с вами и всем спасибо всем хорошего дня пока спасибо вам до свидания до свидания до свидания до свидания до свидания